Здравствуйте! В Крае стартовал Рождественский литературный фестиваль. В рамках фестиваля в государственной краевой филармонии пройдут концерты почетных гостей фестиваля заслуженных артистов России Евгения Дятлова и Алены Свиридовой. Сегодня Евгений Дятлов наш гость. Здравствуйте, Евгений. Насколько я знаю, ваш-то концерт уже прошел в краевой филармонии буквально на днях, но впереди еще концерты и в Косихе, и у нас в Барнауле. Евгений, скажите, вы достаточно часто бываете на региональных, ну и на федеральных, естественно, фестивалях. Можете оценить организацию, публику, каким образом вообще, скажем так, все это организовано? Вот как у нас в Барнауле, в Крае? Впечатления, да? Да, впечатления. Ну, во-первых, Барнаул, он такой, можно назвать, город, который держит на своих плечах несколько фестивалей. Вот, и я был на фестивале «Шукшинские чтения», «Шукшинские дни», по-моему, года два назад, если не ошибаюсь. И вот сейчас приехал на рождественские чтения. И я знаю, что есть театральные фестивали, поэтому город богат в этом смысле. Вот, не обделен вниманием. И сам хорошо привлекает к себе, в общем, замечательных людей, которые сюда приезжают с большой радостью, с удовольствием, потому что Алтайский край, конечно, это, ну, жемчужина. Потрясающее место. Это я не для красного словца, вот, потому что, ну, здесь замечательно принимают, здесь очень радушные люди, очень светлые, очень какие-то, ну, по-хорошему внимательные, вот, не с прищуром, вот, не с поиском, там, что-то там такое, ты себе представляешь. А как это заранее, пока ты не доказал обратное, они к тебе относятся, как к хорошему человеку. — Евгений, ну, вы исполняете, в том числе и советскую классику, скажем так. — Ну, да. — Замечательные песни. Многие считают, что буквально несколько таких классических произведений, как «Целую ночь соловей нам насвистывал», да, «Эта женщина в окне», вы просто возродили интерес к этим песням. Я вот хочу спросить просто, может быть, на стихи Роберта Рождественского вы что-то исполняли или хотели бы исполнить? У него же замечательные просто-напросто песни. — Так я это и буду делать. Вот у нас впереди будут выступления и в Барнауле, и вот... — В Косихе. — В Косихе, да. Вот, поэтому... — А какие имена? — Ну, «Не спеши», «Благодарю тебя», «Ноктюрн», «Свадьба», да много... — Да, все эти песни, которые мы все хорошо, в общем-то, знаем, и я уверен, они никогда не будут забыты, потому что с течением времени действительно происходит переоценка, и вот в огромном потоке сейчас существующей музыкальной культуры или антикультуры, неважно, все это стоит такими незыблемыми либо островами, либо маяками, вот, о которых все эти волны разбиваются, не повреждая, так сказать, крепкое здание вот этого сотворенного когда-то человеческим духом, талантом, сердцем. Вот, ну, опять красиво, мне кажется, говорю, но я так отношусь к этому. — Ну, здесь все уместно. Евгений, как все талантливые люди, вы талантливы во многом. Я посмотрел специально справку, вашу биографию, в том числе в Википедии, очень замечательно есть про вас статья. Вы и... автор, вы исполнитель песен, да? Вы и очень часто снимаетесь в фильмах, вы играете... — Не часто. — Ну, я вот посмотрел в последнее время, ну, у вас прям буквально, не знаю, такое впечатление, что золотой период. По крайней мере, вы снились в фильмах, которые очень на слуху. Ну, смотрите, ну, возьмем, ладно, 2012 год, «Белогвардия», да, вот там Ширинска играли, и вы же играли в спектакли, да, в Петербурге, да? Потом, смотрите, у вас идет 2012 год, «Жизнь и судьба» по классике, да? Чкалов, Валерий Чкалов, сыграли Валерия Чкалова, то есть это же главные роли, как... Я понимаю, что хотелось бы больше, понимаете? 2014 год, «Батальон», 2017 год, «Последний богатырь», «Добрыня Никитич», 2018 год, «Тобол», князь Матвей Гагарин, что вам еще нужно в жизни? И это вы считаете не востребован, да? Ну, и все-таки, Евгений, что вам ближе, ну, по крайней мере, может быть, сейчас, на сегодня, вы себя все-таки чувствуете больше исполнителем песен или вот все-таки актером театра кино? Да человек, что делает, тем себя и чувствует, вот. Есть возможность работать в области, там, я не знаю, кинематографа или, там, сериальной, всей этой истории, вот. Но если я чувствую актером, если нет такой возможности, а есть возможность выступать, я себя чувствую певцом и хочу быть певцом, и, в общем, как-то прикладываю усилия к этому все. Если у меня появится еще какая-то, вдруг обнаружится во мне какая-то наклонность, ну, буду себя этим чувствовать. Ну, кстати, насчет наклонности, еще направление. Многие слышали ваш голос в озвучке, да? Вы занимаетесь дубляжом, но, может быть, не знают, что именно это вы. Ну, классика, то есть культовый фильм «Бойцовский клуб», вы там рассказчик, да? Наверное, немногие знают. Рассказчик и... Я сейчас голос-то слышу, думаю, где-то я этот голос слышал. Да, рассказчик и Эдвард Нортон. Я озвучивал Эдварда Нортона. И еще Эдварда Нортона, да? В 2002 году вы «Перевозчика» тоже озвучивали. Да, много там, очень много. «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», «Коммодор», да? Норрингтон, то есть, ну, голос узнаваемый, но не все, может быть, знают, кто именно. Очень много популярных мультфильмов вы, да, тоже озвучиваете. Скажите, каким образом происходит? Ну, просто публике, и мне, если честно, вот, чисто по-человечески интересно. У вас есть свой агент. Вы сами себя предлагаете в кинематографе, вот, на озвучку. Ну, в театре, понятно, вы работаете, вас там знают. Вот здесь, как, как, достаточно сложно, вот, главную роль получить, что, как это? Ну, это очень сложно. И, на самом деле, нет такой ситуации. Есть, конечно, большое количество актеров, которые собраны в каких-то картотеках у агентов, вот, которые, ну, когда они могут, тогда предлагают. Когда, скажем, сейчас не об этих актерах речь, они занимаются другими. Сами актеры имеют мало возможности прямо прийти куда-нибудь на съемочную. И это отдельная-отдельная история еще с советского периода, когда вот можно прочитать где-то, что актер, прочитав, что такой-то режиссер взялся за какую-то картину, вдруг приехал к нему прямо, да, и говорит, это должен быть я, только я. Вот, ну и, как правило, в общем, достаточно удачно это все варианты, но, к сожалению, они разовые вообще во всей истории кинематографа. Вот, поэтому это достаточно сложно, и такая тяжелая судьба у актеров в этом смысле. Ну, вы сами занимаетесь, или все-таки есть агент, агентство, которое там действительно знает, что вот, Евгений, у меня есть возможность сейчас попробоваться, там, не знаю, в фильме Валерия Чкалов, и получаете главную роль. Честно говоря, это уже вопрос, как бы, твоего имени, которое ты, ну, хоть каким-то образом смог зарекомендовать. Вот, это имя просто у кого-то иногда на языке, на слуху. Очень много случайного здесь, да? Абсолютно верно. То есть ассистент по актерам вдруг вспоминает, вспомнил, ой, слушайте, мы же этого забыли, давайте его еще посмотрим. Вот все это так только происходит. Ну, вот, тем не менее, вы практически во всех сезонах снялись, ну, тоже очень популярного в народе сериала «Улицы разбитых фонарей», я думаю, что тоже очень сложно было попасть для актера, я, насколько знаю, это такой хороший колым. Конечно, конечно. И, по-моему, тоже, я не буду спрашивать насчет гонораров, но я так понимаю, что участие в сериалах дает достаточно хорошую материальную поддержку, да? Я не буду кокетничать. Абсолютно только благодаря им как-то поправилось мое материальное положение, и даже, скажем так, изменилось, я не знаю, мироощущение, понимание, собственно, судьба. Вот, потому что иначе ты, что бы ты там внутри себя не думал, что бы ты ни делал, вот, но находясь в определенных условиях, как это, вопрос выживания будет для тебя, ну, превалирующим. Вот, поэтому ничего другого ты из себя не выжмешь, либо тебе надо все бросить, никаких ни женщин, ни детей, вот, а лежать где-то под забором, провозглашать себя абсолютно независимым человеком, в общем-то, заслужить на этом, может быть, какие-то там бонусы и права, вот, и в конце концов прослыть таким незаурядным нонконформистом, там, и все такое. Но это очень сложно. Вот, а так, по большому счету, актеры очень зависимые люди, вот, и в том числе от быта, от существования, потому что профессия абсолютно нематериально производящая, ничего она не делает, это абсолютно что-то эфемерное из области духов, вот, поэтому очень тяжело молодым актерам, и как это, пользуясь случаем, молодые люди, подумайте лишний раз. Выбирай профессию. Выбирай профессию, да. Говорят, да, о выборе профессии, чисто для себя все-таки не могу не спросить, потому что очень люблю группу «Аукцион». В двух словах, вы принимали участие в записи, по-моему, самого известного их проекта «Как я стал предателем». Это как раз на заре туман наивности, да, и потом мы решили все-таки стать актером. Это какая-то череда счастливых случаев на самом деле, потому что даже Чкалов, даже «Улицы разбитых фонарей», даже «Аукцион» — это все, вот так вот, если формально взглянуть, это просто счастливый случай. Вот это все прямо череда счастливых случаев, которые я, ну, не путем гаданий, не путем каких-то хитрых махинаций получил в свою жизнь такие интересные путевки. Вот. А «Аукцион» — самое удивительное, что чем дальше время от моего участия, тем чаще вспоминают почему-то, я не знаю. Если бы это вспоминали тогда же, может быть, я как-то так был более знаменит. Вот. Очень интересно. Но было все очень просто прекрасно, как в сказке. В нашу аудиторию поднялись два парня — Леня Федоров и Дима Озерский. Вот. Вызвали меня прямо с занятий. Я вышел за дверь. И, ну, прямо как в кино они сказали, «Слушай, парень, вот нам сказали, ты хорошо поешь». Я говорю, так, мы тебя приглашаем в группу «Аукцион». Ну, вот. Я говорю, я согласен. Все. Вот. И мы немножко поработали. Но так меня амбиции перебороли. Вот. Я хотел быть фронтменом. Вот. Да. Во мне все горело, булькало и взрывалось. Вот. Я хотел стоять на пике, так сказать, весь свет на меня. Вот. Поэтому в «Аукционе» надо было быть частью коллектива. Вот. И я не выдержал, видимо, испытания славой на тот момент. И ринулся в другую группу в присутствии. Откуда тоже ушел вокалист. И создал там свою группу «Рокштадт» Игорь Семенов. Вот. Я пришел в группу присутствия. И там, в общем, провел достаточно времени. Потом еще была там рок-история. Ну, отдельная тема. Евгений, пусть вам и дальше так везет. Спасибо. Дай бог, чтобы каждому так везло, да? Спасибо. Приезжайте к нам почаще. Очень приятно. Удачи вам, здоровья. Спасибо огромное. Я напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный артист России Евгений Дятлов. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok